Добрый день, уважаемые коллеги. Конечно же, мы как родители все с вами сталкиваемся с этим феноменом, который, в общем-то, является значительной частью развития ребенка. Без вранья, без фантазии развития не будет. Говорю какие-то крамольные вещи, но попытаюсь сейчас объяснить, почему я говорю так. У меня большая просьба, вопросы писать в чат со значком «вопрос», чтобы мне было удобно быстро-быстро на них отвечать. Сегодня я немножко такое сделала смешной презентацию. Обычно как-то я более лаконична, но тут никак у меня не получилось ее сделать серьезной, потому что действительно тема очень серьезная, но хочется добавить веселых мордашек, которые искренне не понимают, за что же их ругают. А когда ребенок сжет, мы его, как правило, ругаем. Что же такое ложь? Ложь применительно вообще, применительно и к уголовному, административному и бытовому описанию. Это искажение действительности ради достижения желаемой цели, либо искажение нежелательных последствий. Понятно, да? Что есть какая-то действительность и хочется чего-то достичь. Или уже чего-то сделал не то, что хочется, и не то, что будет, за что похвалят. И хочется эти нежелательные последствия предотвратить. Что же дело в том, что ложь имеет также возрастные особенности, мы с вами все время говорим о возрасте, о возрасте, о сенситивных периодах. Так вот, именно в дошкольном периоде у нас сенситивный является период формирования образного мышления, то есть какой-то образ. И ребенок живет образами реальными, выдуманными, книжными, сказочными. Он смотрит фильмы, ему рассказывают о каких-то героях сказочных и так далее. Поэтому, естественно, чем больше будет образов, тем будет у нас расширено логическое мышление. Тем быстрее ребенок будет мысля, образами будет создавать какую-то логическую цепочку и в результате осуществлять анализ и получать то, что необходимо, вывод определенный. Поэтому, так как образ это, естественно, для малыша, он и выдает желаемое за действительное. Причем он выдает это ненамеренно. Мы должны с вами очень четко понять, что это не происходит специально. Он просто живет так. И образы ему очень сложно отделить. Ну, хотя бы вспомните такие высказывания ребенка, как «А мы вчера пойдем, мы завтра были». То есть ребенок не живет в реальном времени, не живет в реальных каких-то событиях. Он живет, но он не может соотносить их определенным образом. К сожалению, так и происходит. КОНЕЦ Ольга Генриховна, микрофон включите, пожалуйста. Все. Нажал. Есть. Сам по себе работает. Вот. И поэтому, естественно, создают себе ситуации, которые для них являются привлекательными. А ситуация, она может соответствовать той действительности, которая есть. Но в большей степени она принимает окраску, облик именно того, что ему более интересно или более привлекательно, или менее травматично. Это тоже очень важно. То есть здесь у нас играет определенные шутки с ребенком. Это образность его мышления. Но оно должно быть. И смотрите, дальше мы поймем, почему мы еще оказываем существенное влияние на это, на все. С четырех лет ребенок начинает задумываться, за что и почему его наказали. И поэтому требовать у ребенка до этого возраста признание того, что он сделал плохо, ну, бывает достаточно глупо со стороны взрослых людей. Он будет соглашаться, но не понимать. Ну, нет у него возможностей физиологических понять, что же произошло. И так как он пребывал вот в этом мире своей фантазии, которая сопряжена с действительностью, он не отличает фантазии, он играет. Вот почему ребенка, играющего до четырех-пяти лет, практически невозможно оторвать от игры. Он даже, когда уже насильно его ведут обедать, он все равно по последними усилиями пытается что-то поставить на место. Потому что, ну, как же, вот, герой сейчас должен туда пойти, вот в этот момент, и не позже, и не раньше. Он быстро-быстро кушает и опять бежит, потому что он кушает и не замечает. А мы пытаемся его в этот момент воспитывать. Бесполезно. И осознание того, что его за что-то ругают, он слышит только ругание, ругань, крик, ор. Но за что он реально не понимает. Вот это родителям никак не объяснить. Ну, что ж, его не наказывать, что ли? Ну, родители, милые, в ваших руках, в ваших головах ситуации, которые можно предотвратить, предотвратить наказание ребенка, необходимо все-таки узнать, почему это действие было совершено. Поэтому говорить о том, что он лжет в этот момент. Нет, он не лжет, он, вероятно, продолжает играть в какую-то роль. А вот с четырех лет ребенок начинает задумываться. Так, мама с папой ругаются, что же я сделал? И его воспоминаний, да, у него память кратковременная, долговременной памяти у него немного, и объем ее очень невелик. А вот близлежащая память, то, что я сделал только что сейчас, тогда нужно сейчас наказать и поругать. Потому что, скорее всего, к вечеру он забудет. И искренне, когда воспитательница на него нажалуется, ну, действительно, он сделал плохо, он не будет помнить того, что он сделал. Понимаете? Ах, ты еще и врешь! Не врет он. Он не помнит физиологию, никогда не забываем физиологию. Но сейчас пришло время, четыре-пять лет, он начинает уже понимать, за что его ругают. Он понимает, что если он обманет, можно избежать наказания или получить незаслуженную похвалу. Ой, ребята, кто так поставил игрушки красиво на полочку? Я, я, я. Ах, Петя, ты молодец. А Петя в этот момент ничего не делал. Ну, Петя очень быстро усвоил, что нужно громче всех и быстрее всех сказать то, что это сделал он. То есть, собственно говоря, мы учим его врать. Следующее. Ребенок говорит неправду, чтобы обратить на себя внимание взрослых. Самая главная проблема-то в том, что, вот опять, понимаете, мы провоцируем это. Мы зачастую, вот понаблюдайте, взрослые люди, просто по улице идите или на работе у себя, как родители разговаривают с детьми. Вот недавно был такой случай. Стоят мамы с первоклассницами, дочками, три мамы, три девочки. Две стоят спокойно, одна пытается все что-то маме рассказать. Очень-очень-очень, прям вот очень хочется рассказать. Она аж подпрыгивает на месте. Потом она начинает уже повышать, девочка, голос и практически на визгливых нотах пытается это же самое маме рассказать. Мама передразнивает ее. С таким же воплем, с такими же кривляниями. Но к чему это приведет? К тому, что ребенок будет, ну, в последующем, вот сейчас она выбрала как форму общения с мамой крик, а возможно она выберет потом и обман в какой-то ситуации. И этот обман будет у нее уже как стереотип поведения. К сожалению, да, это особенность нас реагировать на поступки, на негативные быстрее, чем на позитивные. То есть нам легче покричать, поругаться, чем похвалить ребенка. И поэтому ребенок, совершивший негативный поступок, как ни странно, он доволен тем, что, ругая весь вечер его родители, как ни странно, ставят его в центр внимания. И он на весь вечер приобрел внимание родителей. Пусть и тогда, когда родители благим матом на него кричат. Так, ну вот, видите, да, кто это сделал? Мишка это сделал, да? Кто нарисовал? Мишка нарисовал. А вот теперь смотрите, почему он нарисовал? Посмотрите, какие красивые рисунки он нарисовал. Тут дом такой красивый, да, что-то еще, что-то еще. А очень часто, вот по наблюдениям, бывает так, ребенок небольшой, и когда ребенок ходит, мается, мается, заняться ему нечем, маме играть с ним некогда, потому что мама занята своими крайне важными делами, по телефону разговаривает или еще что-нибудь. И мать говорит ребенку своему, иди займись делом. Он идет заниматься делом каким? Ну, представляете, целая стена обоев, карандаши есть, краски есть, вот и тебе дело. Надолго, надолго, надолго. Так, следующий момент. Почему же происходит, что именно после 3-4 лет ребенку необходимо внимание родителей? Да потому что самооценка начинает формироваться. А самооценка формируется за счет оценки других людей, прежде всего родителей, естественно. И поэтому, смотрите, чем чаще мы будем их хвалить, не просто так, нет, просто так хвалить не надо. Это мы эгоисты будем формировать. Человека, который будет убежден, что все, что он делает, все это хорошо. Но найти что-то такое, за что ребенка сейчас здесь можно похвалить, хочется... Так, Мария смелая, здравствуйте, сложная тема, хочется научиться разбираться в таких ситуациях. К сожалению, тема действительно очень сложная и действительно очень сложно понять истоки вот этой лжи. Но тем не менее, возможно, и чем раньше родители стали обращать внимание на это, как мы вот говорили с вами про воровство, да, чем раньше мы обратили на это внимание, тем больше шансов у нас предотвратить развитие воровства как привычки. Но ведь и ложь становится тоже привычкой. Фантазия, она останется на всю... Хорошо бы, если бы она осталась на всю жизнь у человека, потому что человек, умеющий фантазировать, это всегда человек, живущий в очень добром, честном, справедливом месте. Если, конечно, эти фантазии не приобретают какие-нибудь криминальные. Но это уже не фантазия, это немножко другое. Так, немножко. А вот, что, за что можно похвалить? По поводу того, за что я... ...посказать ему, за что вы его любите. За что мы любим ребенка. За то, что он красиво улыбается, мило улыбается, за то, что... Мамочка родная, спи крепко, я тебя люблю, и все в таком роде. Ольга Генриховна. Через 15 минут такого укачивания, естественно, у меня пропадал сон напрочь. Но, тем не менее, обижаться, раздражаться и так далее. Немножко было подвисание и чуть-чуть, немножко подвисает. Может быть, коллеги, может быть, мы попросим Ольгу Генриховну видео отключить, чтобы у нас шел звук. А, свое видео. Да, просто видео, камеру можно отключить, звук оставить. Давайте попробуем так, потому что, видимо, со связью, не знаю, как у вас, у нас с погодой сейчас творится что-то невероятное. Может быть, и где-то вот в промежутках, да, немножко пропадает. Поэтому давайте попробуем без видео. Если вдруг звук будет пропадать, я тоже буду выходить в эфир и просить... Все-таки на прошлой платформе было лучше. Ничего-ничего, настроимся. Да, давайте так, попробуем. Все, выключила. Если что, смотрите, если я выхожу в эфир, значит, звук пропадает. Тогда просто, Ольга Генриховна, выйдите и зайдите в вебинар сон. Хорошо, хорошо. Хорошо, спасибо. И вот смотрите, если ребенок часто начинает лгать, и в том числе по причине того, что мы оказываем ему недостаточно внимания, понимаете, то у него получается формирование положительного отношения к лжи и к обману. Как только я солгал, ко мне сразу же родители обратили на меня внимание. Или наоборот, если вдруг я солгал, и меня не подловили на этом, то какой же я хитрый, умный, ловкий. Военная хитрость у меня прямо серьезная. И поэтому я сначала бы вроде бы как лгал для того, чтобы скрыть что-то, а теперь я буду лгать для того, чтобы добыть что-то необходимое мне. Вот смотрите, вранье становится нормой. Вранье – норма. Дело в том, что в этом возрасте ребенок не может еще анализировать ситуацию и предвидеть последствия того, что он делает. Вот это мы четко с вами должны понимать. Для этого необходимо логическое мышление. А логическое мышление начинает свое формирование, активное формирование, но продолжительное достаточно, в школьный период. И поэтому вот мы иногда вызываем там первоначальную школу и начинаем воспитывать, но мы понимаем, что ребенок реально просто не понимает. Он не дозрел еще до того, чтобы понять, что он сделал это. И сейчас, вот сейчас, это последствия того, что он обманул, своровал, ударил и так далее. Соврать, чтобы остаться хорошим. Зачем я вру? Ну, потому что вот я такой ловкий, я скрыл-то, перекинул на кого-то другого, и теперь этому мальчику, этой девочке попадет, а я остался с хорошим. Но я соврал. И я уже понимаю, что я соврал. Ну и смотрите, лгали ли вы когда-нибудь? Опять же, как и в прошлой вебинаре, я говорю, пожалуйста, только не говорите, что никогда не лгали. Лжи различны очень много, всяких разных вариантов, да, и то, что я лгу из-за того, чтобы сделать доброе, не испугать там человека, потому что для него это будет травма, солгал для того, чтобы меня не наказали и так далее. Так вот, ложь – это социальная технология, которая необходима каждому человеку. Технология. То есть с помощью лжи я могу решать какие-то определенные проблемы, выходить из каких-то определенных ситуаций. И главное, я могу, используя ложь, избегать конфликтов и общения с другими, с самим собой. Понимаете? Но когда враньё становится слишком много, оно мешает разрешить конфликты. Ну, смотрите, давайте детский конфликт разберём. Кто-то что-то про кого-то сказал. Нехорошее. Ну, так, между делом. А человеку, про которого это сказали, узнал. До него дошло. И до него дошло, что сказал именно Петя или Маша. Так вот, Света на Машу очень обиделась. Ну, Маша же не предполагала, что до Светы это дойдёт. И Маша начинает оправдываться. Маша начинает врать. Да ты знаешь, мне это сказала Оля. А насчёт, кто сказал Оле, я не знаю. Но мне сказала это Оля. Я про тебя этого не говорила. Почему? Ну, потому что Маша никак не хочет со Светой поссориться. Она не ожидала, она не предвидела, что эта самая Оля передаст это Маше. Понимаете, какая сложная технология? Но тем не менее, это порождает ложь. А ложь в этом случае для того, чтобы конфликта не произошло. Сложная эта технология, поэтому, естественно, что вот в детском возрасте ложь как технология проявляется уже где-то после 10 лет, когда как раз и формируется способность анализировать ситуацию, оценивать риски, чем грозит мне ссора с Машей. Да, Света думает о том, что значимо для меня отношение с Машей, потому что Маша очень интересно рассказывает. К Маше можно сходить в гости. У Маши дома очень много интересных игр, у которых... И я совсем не хочу с Машей ссориться, но я вот сказала, вот сглупила и сказала это. То есть видите, вот как выстраивается в головке у этой Светы, зачем же она обидела Машу? Вот и стоит ли соврать, чтобы не потерять вот это все, соврать, что это сказала Оля? Ну, с точки зрения этой девочки 10-11 лет, да, стоит. И вы знаете, в этом учебном году мы несколько таких ситуаций разбирали, когда вот именно из-за таких вот нелестных высказываний, нелестных письм были ссоры, очень серьезные ссоры, причем одна закончилась кибербуллингом серьезнейшим и даже постановкой на учет. То есть это было серьезно, потому что мама написала заявление в полицию, и полиция, естественно, занялась этим делом. То есть девочки немножко перешутили. Дело в том, что мы не можем сказать, когда начинается формирование лжи, как способа общения, я бы сказала так. То есть тогда, когда человек начинает ложь использовать во всех таких тяжелых конфликтных ситуациях, не обязательно конфликтных, просто ситуация, когда, ну, выход из нее достаточно сложный, а вот если соврешь, он будет полегче. Сложно сказать, потому что сначала это будет примитивно на уровне ссоры, ты мне не то сказал, ты меня обидел, ты ушел к другой подружке, не пей себе мой горшок и так далее, тому подобное. Но, тем не менее, это все этапы именно усвоения, формирования лжи, как технологии. Первая ложь – это не вранье. Не вранье в чистом виде. Ребенок просто говорит то, что ему очень хочется, чтобы это было. Ну, вот смотрите, что-то он разбил, сломал, испортил и так далее. Естественно, его спрашивают, кто это? Он говорит, не я. Дело в том, что он не врет, что это не он. Он действительно настолько искренне хочет, чтобы это был не он, потому что он знает, что тому, кто это сделал, будет серьезное наказание, потому что он сделал плохо, он не хочет быть виноватым. Отрицание, отрицание – ты, нет, не я. И это как раз и происходит в 3-4 года, когда у нас вот этот самый пресловутый кризис трехлетнего возраста дает нам такие вот выверты, когда он не хочет быть виноватым, он хочет быть невиновным. И вот смотрите, очень интересно, магическое, детское магическое мышление. Если он словами опишет ситуацию, как он хочет ее видеть, она как будто бы такое станет. Вот фантазия, да? Вот мы добрались до фантазии. То есть он сфантазирует эту ситуацию, какой бы, да нет, вот приходил там кто-то, вот он съел, вот он ударил, вот он уронил и так далее и тому подобное. Хорошо, если в семье есть кошка или собака. Кошка вот шла по столу, хвостиком вильнула, чашка упала и разбилась. И все, и очень хорошо. А кто же нарисовал-то? Ну, нарисовал, там приходил какой-то гномик и так далее. Здесь включается фантазия. Ребенок действительно не может отличить, что он говорит. Он не может осознать, что он говорит, но он реально верит в то, что приходил гномик. Потому почему? Да потому что сказку ему читали накануне про гномика, который писал сказки. Значит, гномик-то умеет писать сказки. И вот смотрите, в этом возрасте, когда мы начинаем активно заниматься развитием ребенка, уже учим читать его, учим писать, приводим примеры различные. И начинается у нас период сказок, сказочный период, когда мы начинаем много-много читать сказки. И смотрите, и вот эти ножницы получаются. С одной стороны, сами читаем сказки, где мы можем какими-то волшебными словами, используя волшебную магию какую-то, волшебную палочку, можем изменить ситуацию раз, и так, как нам нужно. И в то же время ругаем его за то, что он соврал. Вот где логика? Двойные стандартные какие-то у нас начались, да? Говорят, у кошки болит, у собачки болит, а у тебя не болит, на коленку подули, все прошло. Это что такое? Да вранье. Подув на коленку, коленка никак не пройдет. Коленка пройдет от того, что вы ребенку зеленкой намазали. Так не просто зеленкой, а волшебным зельем мы, еще чтобы ребенок не плакал, потому что зеленка будет щипать, а мы что говорим? Мы говорим, что вот волшебный зельем зеленым мы мажем тебе коленку, и коленка проходит. И сейчас масса разных мазей с обезболивающим эффектом, помазали на самом... Ну, мы обязательно добавим, что это волшебное зелье, оно уникальное, оно все-все-все-все лечит абсолютно. Сами врем, а ребенка ругаем. Но мы не врем, мы фантазируем. Вместе со своим ребенком. Где отличия? Ну, вот здесь и отличия. Так, сейчас посмотрю вопросы. Сказки. Или не стоит рассказывать сказки? Ну, я думаю, что сказки нужно обязательно рассказывать. И именно и в этот период, и позже. Самое главное только объяснять, что в жизни бывает и по-другому, что в жизни есть такие ситуации, когда обязательно нужно сказать правду. Дело в том, что воздействие слов, да, магическое, вот то, что я вам сказала, и хотим, чтобы ребенок в других случаях говорил, по-другому, правильно говорил. Но вот то, что я вам уже сказала, это достаточно сложно нам-то иногда понять, потому что вот я помню, мы даже взрослыми были, уже достаточно подростками. Папа читал книжки, конечно, нашим младшим, но тем не менее нам тоже нравились эти, и мы представляли себе это, и играли с малышами, потому что у нас младший брат, и сестры были, и мы с братом старшим все это делали. Естественно, что магию использовали. Так, дальше у нас. Вот еще пример я посмотрела, мне очень понравился. Как реагировать родители, но в районе мытых рук. Если мы видим, что руки не помыто, мы говорим, я вижу, что ты руки не помыл, иди помой. Но если мы будем фиксироваться на этом, и скажем так, как ты мог соврать, как тебе не стыдно, мы ему даем понять, что я увидела, что ты не помыл руки, и можно даже объяснить в этот момент, не уличать во лжи ребенка, а сказать, понимаешь, в чем дело? Ты был на улице, ты очень сильно испачкал руки. Но они же чистые, они чистые просто, вот ты их не видишь. Микробы, они очень маленькие. То есть каждый раз нужно стараться дать больше информации ребенку, чтобы в следующий раз у него возникло просто желание помыть руки, а не изобразить мытье, и для того, чтобы мама отстала, соврать. Не дать ему возможности в следующий раз врать. Микробы, ты сейчас иди, если ты помыл руки, иди кушай, но имей в виду, что все микробы с рук попадут на еду и попадут тебе в живот. В животике они будут размножаться и вызовут очень неприятные последствия. Не уличайте его во лжи. Уличить-то вы его вроде уличили, но не стыдите, потому что по какой причине он не пошел мыть руки? Мы сейчас не сможем разобраться. Может быть, он просто забыл или провел в ванне эти пять минут, думая о чем-то, и вышел, потому что мама позвала иди кушай быстрее, и руки не помытые. Дело в том, что магическое мышление, вот раз, 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 вот как мы говорили, да, ситуация реальная и ситуация фантазийная, они не всегда случаются на самом деле. Поэтому вот это магическое мышление, когда фантазия и реальность не всегда совпадают, поэтому мы и объяснили, что там куча-куча микробов. Но от того, что ты мне сказал, что ты руки помыл, микробы не погибли. Так, вопросы задавайте, пожалуйста, я по ходу смотрю, что оно... И вот смотрите, вот мы сказали, что ложь – это социальная технология, которая помогает во многих случаях и во многих же случаях существенно вредит. И в этом возрасте это экспериментальный период начинается с этой технологии. И вот здесь можно магическое мышление развивать. А мы что делаем? Ой, хватит врать! И вот смотрите, мы говорим «хватит врать» в том случае, когда ребенок не врет, а ребенок фантазирует. То есть вот здесь необходимо, конечно же, образование родителей и объяснение родителей, что фантазия прекрасна, вранье нет. Но различить вранье и фантазию ребенок до школьного возраста не может. А родители не хотят. И родители включают ту тактику, которая носит разрушительный характер в плане развития дальнейшей лжи. Ну и вот, семь-восемь лет пошли в школу, и мы знаем, понимаем, что от того, что ты скажешь, так оно не будет. Магическое мышление, сказочное, фантазийное мышление все больше и больше становится реальным, действительным. но выбирает ребенок зачастую, продолжает выбирать этот путь, то есть путь лжи, для того, чтобы быстрее решить задачу. Не заморачиваясь на этом моменте, а проще соврать, ты сделал урок и сделал. И вы представляете, и пять, и десяти раз прошло, мама не стала проверять. А ребенок-то ведь живет здесь и сейчас, опять же, нет у него еще предвидения, что завтра-то он пойдет, ему сейчас нужно решить проблему, завтра будет другая проблема, и завтра, когда он выйдет отвечать урок, он честно, честно скажет, что он забыл тетрадку дома, или не написал домашнее задание, или мама ему не напомнила. Одна ложь будет другую, и за собой тащить. Если, естественно, мама хочет, чтобы ребенок выполнил домашнее задание, куда проще подойти к ребенку, взять тетрадочку и решить задание, и завтра не будет другой лжи. И все. Вот поэтому и дневники прячем, и все. У всех это было. И вот смотрите, родители очень быстро устают от вранья постоянного ребенкиного. И что же сделать? Не паниковать. Не паниковать. Скажите, пожалуйста, подробная информация о том, что будет, когда микробы попадут в живот, ведь не под каждый возраст подходят, ведь младшим дошкольным возрасте эта информация может напугать. Подождите, а почему она должна, Елена, напугать, эта информация, если ребенок не пуганный до сих пор? Вот дело в том, что, ну, страхи это отдельно. В следующем сезоне я сделаю снова вебинар по страхам. Это вопрос не сейчас немножко, это вопрос именно по страху. А страхи немножко другая тема, и сейчас я не смогу напугаться на ребенка, если она правильно сказана. Вы поймите, что чем правильнее мы информацию даем ребенку, тем правильнее он ее усваивает. И если микробы, ну, они и есть микробы, а почему вы хотите, чтобы он действительно налопался этих микробов, и потом у него начался, ну, любой там, я не знаю, любая колиинфекция, сальмонеллез, дизентерия, все что угодно. Уж лучше пусть сейчас он немножечко напугается, побежит мыть руки. Но он четко будет понимать, потому что мы ему объясним, что ты помыл руки, микробы умерли, их нет на твоих ручках, и ты можешь спокойно идти кушать. Вот что он усвоит, если мы сакцентируем именно на этом. А если мы будем, вот микробы тебя сожрут, микробы там вызовут понос, микробы вызовут температуру, ну, извините, это совсем другая речь уже. Вот, паниковать не нужно из-за того, что ребенок врет. Не надо врать себе, что ты никогда не врешь, и что вообще можешь, и возможно такое, не врать. Как хочется, чтобы родители послушали нас. Ну, к сожалению, родители, я еще раз повторю, много раз уже повторяю, что родительская категория, самая сложная категория. Так, третье. Смотреть не на это, как на задачу развития, и не фиксироваться на самом факте вранья. Вот здесь очень важно, и опять же, как врач прежде всего, я говорю, найдите причину, почему ребенок врет. Почему он врет? Врет ребенок чаще всего из-за того, что ему оказывается мало внимания, депривация идет, доброго, хорошего отношения к ребенку. И ребенок хочет, а ребенок согласен на любое внимание, даже если это будет дикий ор, он согласен даже на такое внимание, только чтобы быть в центре внимания. Если вы знаете, что ребенок соврал, реагируйте на то, что есть на самом деле. Враньёля, вы помните, если это вот фирма его детства, это Охуш, это Настя, которой никто не верил, но которая четко знала, и которая верила, что она дружит с пантерой, с черной кошкой, и это реальная кошка была для нее. И не верили даже самые близкие люди, но потом оказалось, что Настя и не врет совсем, а фантазирует. Посмотрите, если не смотрели, очень поучительный фильм, Охуш, это Настя. Ну вот, видите, вот так вот, его получают, а нос все длиннее и длиннее. Его получают, а нос все длиннее и длиннее. Вот смотрите, детская ложь, боязнь наказания, поэтому он солгал. Недоверие, поэтому я солгу. Пример со стороны, кто-то в детском садике, в школе сказал, а что ты всю правду говоришь? Возьми и скажи, что училка тебя или воспитательница тебя наказала, и все, и будут разбираться с воспитательницей, с учителем, а тебе не попадет. Недоверие, еще раз недоверие со стороны близких людей, со стороны чужих людей, и желание самоотвердиться. Так, очень правильно, чтоб родители послушали. Ну, теперь немножко о разновидности, какая бывает ложь, время у нас еще есть. ложь как вредная привычка, то есть обман у ребенка может вызвать у родителей смехи, радость людям, улыбку, то есть одобрение. ой, 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 как интересно, собрал, ой, какой ты молодец, сфантазировал, а о, собрал. А после некоторых вот таких подкреплений, после нескольких безобидной фантазии превращаются уже во вредную привычку и становятся ложью просто потому, что она есть. Не для чего-то, а просто потому, что он привык уже брать. Вот, видите, да, это вот правду-правду, пальчики за спиной скрыти, или вот правду-правду, настоящую правду. Немножко долго переключается. Так, вторая разновидность лжи это характерологические особенности ребенка. Вот как раз это наиболее часто встречающиеся, это недостаток внимания, а недостаток внимания это всегда неуверенность в себе и в своих силах, пассивность, чувство одиночества, незащищенность. И ребенок хоть каким-то образом выделится, обманывает, обманывает. Сначала это фантазия направлена на поддержку внутреннего. Вот смотрите, вот здесь есть такой феномен, как воображаемый друг, да, воображаемый друг. Но, к сожалению, очень часто все, что делает ребенок неприглядного, сваливается на воображаемого друга. мне подсказал воображаемый друг, это сделал воображаемый друг, это сказал воображаемый друг и так далее. То есть здесь, ну, какой-то период это позволяет, вот этот воображаемый друг, разговоры с ним, игры с ним, позволяют ребенку гармонизировать внутреннее свое состояние и немножечко, немножечко психологически стать более устойчивым. Ну, вот смотрите, можно стать смелым, можно стать отважным, можно стать самым интересным, потому что он фантазию свою бурно проявляет, он много читает, потому что он такой ребенок, одиночка, скажем так, но попав в компанию, он может все это представить ребятам. Ложь, связанная со страхом ребенка, сказать правду по какой-то причине. Ну, по какой причине ребенок лжет? Ну, чаще всего это бывает наказание, очень серьезное наказание, тогда, когда родитель не пытается выяснить, что и как, он сразу же наказывает. Дело в том, что избавиться от страха другого способа он не знает. И вот та волшебная палочка-выручалочка, которая называется ложью-враньем, она оказывается тут как тут, и ребенок вот в этом смысле, ребенок становится очень изворотливым, ложь его очень изощренная, он сам верит в эту ложь, потому что, если он проявит какую-то слабину, и родители, или взрослые, усомнятся в том, что он врет, то наказание будет неминуемо. Поэтому эта ложь такая, достаточно фантазийная, изощренная. Ну, еще одно, это ложь, как средство достижения выгоды, получение блага, самое главное, что, вот смотрите, нужно долго объяснять. Ребенок, в принципе, прав был в какой-то ситуации, но ему проще, быстрее соврать, ну, соврать в свою пользу, естественно, для того, чтобы не тратить время на то, чтобы вот объяснять долго, долго и нудно. И он избавляет себя окружающих от длительных разговоров, от объяснений и так далее. Соврал и соврал. Вот, но это больше характерно для взрослых, но дело в том, что у детей он тоже бывает, хотя у детей ее ложь все-таки больше связана именно с тем, чтобы фантазировать и воображать. Ну, и правила поведения взрослых, которые снизят риск появления обмана у ребенка. Что же сделать нам, бедным, несчастным взрослым, для того, чтобы ребенок не лгал? Первое. Надо всегда разобраться, почему ребенок солгал. И является ли это реально ложью, намеренной ложью, или ребенок соврал по какой-то причине, которая весьма и весьма объяснима, а в этом выше мы уже с вами сказали. Главная цель у ребенка, особенно в школьном возрасте, это избегание неприятной ситуации. нужно, прежде всего, опять я прошу, выясните причину, почему он солгал. Не факт лжи, а именно причину, по которой он сказал неправду. Это важнее всего. Это требует времени, это требует спокойствия, но, тем не менее, это того стоит. что-то у нас грузит. Так, кто-то у нас все в эфир просится, а в эфир у нас нельзя. Так. Сейчас, минуточку, что-то у нас. Так, второе. Если ребенок сам сознался в своей лжи, пожалуйста, ну, вот здесь очень тонкий вопрос, нужно ли, нужно ли ну, вот здесь вопрос мне задали. Очень интересный семинар, единственное, с чем я не соглашусь, что нет людей, которые никогда не лгут. Ну, это ваше мнение, дело в том, что люди лгут, к сожалению, или к счастью, сложно сказать. Нему, действительно, мы очень часто не понимаем, что ложь во спасении, это тоже ложь, промолчать, это тоже ложь. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь вопрос, конечно, не дискуссионный, сегодня мы все-таки говорим про детскую ложь. Ребенок должен сам устранить результат лжи. Если он что-то взял, пусть вернет, извинится за свой обман. Главное в этом праве, главное, чтобы ребенок не получил удовольствие, как результат собственного обмана. Понимаете, вот здесь он должен почувствовать, что так нельзя, чтобы у него это, вот опять возвращаемся наверх, чтобы это не стало вредной привычкой. Чем же отличается лошадь фантазии? я вам могу сказать, что очень сложно, и для этого нужно использовать и проективные методики. Здесь нужно наблюдать за ребенком достаточно длительное время, посмотреть его и во время игры, и во время отдыха, и во время коллективной игры, и во время индивидуальной игры. Нужно поговорить обязательно с родителями, чтобы понять, что же это произошло. То есть, конечно, взрослому проще наказать ребенка, и все. Но, если ложь это намеренное искажение или выдумывание информации с целью личной выгоды, то фантазия это свободный полет воображения без нанесения вреда кому-либо. И вот здесь мы должны понимать, что выгода и нанесение вреда здесь четко мы должны с вами посмотреть, нет ли этого. Если это есть, то тогда мы будем говорить уже о лжи. Но говорить каждый раз мы будем о том, что касается конкретного ребенка, находящегося в определенный возрастной период. Ложь в облако. Можно ли запугивать детей обманываясь ситуациями? На какой грани необходимо остановиться? Али, я не совсем поняла вопрос, зачем обманывать детей ситуациями? Зачем? Какими ситуациями? что за ложь во благо? Не совсем поняла этот вопрос. Вот смотрите, вот пожалуйста, что это такое? Фантазия, да, фантазия. Ребенок лежит, засыпает, что-то видит, испытывает иллюзии какие-то определенные, но это фантазия. Обман это обман, иллюзия это обман зрения, но в данной ситуации ребенок хочет видеть. И вот смотрите, причины фантазии и лжи. Желание, стремление понять свой авторитет. Вот по поводу того, что нет людей, которые лгут или не лгут, а у меня есть, и ребенок называет того, чего у него нет, но чего он очень бы хотел иметь. Это ложь, но ему очень хочется поднять авторитет в той группе малышей, с которыми он общается. Огромное количество запретов со стороны родителей. Для самооправдания я хорошим, я должен быть хорошим, я всегда хороший, понимаете, всегда хороший. Страх наказания и стремление справиться со своим страхом. С любым страхом. Задача как родители у нас. Ну, об этом уже говорили, но кратко. С пониманием относиться к фантазированию. Помогать ребенку справиться с задачей говорить про, различать правду и вымысел. Объяснять, что обман вредит отношениям и встает на пути к любви и доверию. Не надо спрашивать ребенка, правда ли, что сейчас он рассказывает, потому что это как раз и поставит его в ситуацию обману. Показывать ребенку, что вы понимаете, как сильное его желание может повлиять на воображение. Научить пользоваться фантазией во благо. лгунишка это недохваленный и недолюбленный ребенок. Мы всегда об этом говорим. Ну, вот такой недолюбленный ребенок. Изначально, к сожалению, начинается именно с этого. Ну, и мои реквизиты. Сейчас я посмотрю вопросы. вебинар уже заканчивается. Сейчас я вопросы посмотрю. Подскажите, пожалуйста, диагностика или тест для развлечения детской лжи и фантазии. Так. Ну, вы понимаете, что младший возраст, дошкольный возраст это только наблюдение. Более информативного метода я вам подсказать не могу, потому что зачастую ребенок в рисунке в своем не может выразить того, что он бы хотел. А вот в игре, когда вы будете наблюдать за ним, он очень многое о себе расскажет. Если ребенок рисует, если ребенок рисует, то, конечно, в этом случае используйте рисунок, ну, тематика будет совершенно различной. И ситуацию, которую вы хотите, можно даже просто спросить, как вы вчера с Петей играли, потому что вчера кто-то сломал игрушку, и как вы с Петей играли. И здесь можно, наблюдая за ребенком, увидеть, что действительно он или не он был инициатором сломания этой игрушки. В возрасте школы, Даша уже младшим школьным, ну, здесь есть тоже проективные методики, связанные со школой, ну, и не забываем о разговоре, то есть мы разговариваем с ребенком, и вывести ребенка на признание какое-то определенное, незаметно для него, например, в том же самом рисунке, а это кто? А это Петя, он обиделся, потому что он сломал игрушку, а Петя обиделся не потому что он сломал игрушку, а Петя обиделся на то, что ты сломал игрушку, а на него сказал. То есть можно на это вывести ребенка, и вполне это будет правомощно и очень информативно. Так, вопросов больше нет, я так понимаю. Так, в мае месяце у нас будет два вебинара, один вебинар, посвященный социально-психологической готовности к ребенку к школе. Я вам представлю свои наработки, как это делаю я, и даже поделюсь с вами той диагностической, диагностическим материалом, который отчасти разработан мною, отчасти, естественно, адаптирован. Ну и второй вебинар, мы с вами много раз говорили, я вам напоминала об этом, что делайте таблицу по возрастам, то есть как ребенок вот как раз как построить эту таблицу, как ее написать, я посвящую весь вебинар, и мы с вами разберем, для чего нужна вот такая табличка нам с вами, потому что информации по возрастной психологии очень много, а нам нужны какие-то ключевые моменты. Поэтому, если вам будет очень интересно это, пожалуйста, следите за календарем, это будет 21 и 28 мая, и в общем-то надеюсь, что вам это пригодится. Спасибо за внимание, у меня все, вопросов больше нет. надеюсь,